Открытие на сцене театра для детей и молодежи – гости со всей России. В Волде продолжается подготовка ко вторым всероссийским беловским чтениям. Они пройдут с 21 по 23 октября. Каким будет центральное событие Года литературы, расскажет Мария Суворова. Научная конференция, театрально-концертная программа и посещение Тимонихи, родины Василия Белова. Вот основное направление беловских чтений в этом году. Центральное событие Года литературы соберет не только почитателей творчества, писателей-земляка, но и исследователей-литературоведов из разных городов России. В школах и вузах города пройдут конкурсы, посвященные произведениям Белова. Будут подготовлены различные номера и театральные постановки. Впервые в Вологде откроется выставка московского художника Александра Алмазова, который представит свои работы, портреты русских писателей, в том числе Василия Белова. А в Вологодском музее идет подготовка художественной экспозиции, посвященной миру Белова. Все это позволит объединить вокруг наследия нашего знаменитого земляка как можно больше вологжан. Главной темой Беловских чтений будет являться роль вологодской литературы, вологодских писателей в контексте культуры нашего вологодского региона. Нам очень важно рассказать о мире Белова, о тех ценностях, которые он для нас сохраняет, которые передает. Нам очень важно показать образец высочайшей русской словесности в его творчестве. Открытие Беловских чтений пройдет в Большом зале Театра для детей и молодежи. Планируется, что пленарное заседание соберет сотни гостей и жителей Вологды. Также площадками для проведения чтений станут вологодские библиотеки, музеи, Центр культуры, Красный угол. Мария Суворова, Михаил Перещев, Вологда Портал.